Колизей или амфитеатр Флавиев считается самым важным и известным памятником Рима, который стал символом города. Колизею почти 2000 лет. Он был построен при императоре Беспасиане как развлекательный центр для римского народа. Его строительство длилось 10 лет, а потом 100 дней праздновалось его открытие. Сейчас мы с вами ходим в кино и театры, а в античные времена римляне ходили в амфитеатр Флавиев для развлечения. Римляне устраивали битвы между животными и охоту. На арене можно было увидеть одновременно 50 медведей и львов в сражении. Выпускали на арену гиппопотамов, слонов, тигров и других животных, которых убивали. Здесь проходили и кровавые спектакли гладиаторов. В течение 400 лет на арене бились заключенные, преступники, рабы и те, кто хотел заработать ценой своей жизни. Были созданы специальные школы, где обучали гладиаторов мастерству. И хороший гладиатор был настоящей звездой. По скромным оценкам, за все свое существование на арене Колизея погибло около 400 тысяч людей и более 1 миллиона животных. В 4 веке император Константин, приняв христианскую веру, запретил сражение в Колизее. Колизей сначала был заброшен, а потом его великолепный камень и мрамор, из которого был сделан амфитеатр, стал привлекать внимание многих людей. И его стали растаскивать как строительный материал. И только в 18 веке Папа Венедикт огласил, что Колизею быть, и объявил его священным местом, в память о замученных здесь христианах. Колизей – самая посещаемая достопримечательность Рима. Он находится в самом центре Рима, пососедству с Римским форумом и площадью Венеции. Римский форум – это сердце Рима, самого древнего города в мире. Здесь хранятся множество тайн и загадок. Стоит только увидеть сохранившиеся руины Римского форума, и в памяти всплывают сюжеты исторических фильмов. А прогулка среди остатков Древней империи похожа на прогулку по истории. Каждый камень и каждая колонна представляют собой настоящее сокровище, которое могут рассказать немало интересных историй. А что же такое, собственно, форум? Рассказ стоит начать издалека. Когда на холмах были поселения, анизина была пустынна и заболочена, использовали ее только для захоронений. Потом местность осушили, и у подножия Капитолийского холма начали проводить народные собрания. В центре постепенно образовалась площадь, где люди встречались, обменивались новостями и торговали. С этого и начался форум. Форум постепенно начали застраивать зданиями. Построили величественные базилики, где проходили собрания и судебные процессы. Здесь же находилась сокровищница, и по соседству чеканили монеты. С трибун звучали речи ораторов, а судьи оглашали приговоры преступникам. На римском форуме проходила политическая, общественная и религиозная жизнь города. Здесь постоянно было много людей. Был спад и новый рассвет форума. Потом он подвергся варварским разрушениям. Со временем форум полностью потерял свое значение, и постройки стали использоваться в других целях. Так, например, в одной из базилик находились мастерские с печами для обжига. Античные постройки разбирались и строились конюшни и дома. Форум был полностью заброшен. В средние века на этом месте пасли скот. И только в XIX и XX веке на форуме начались систематические раскопки, результаты которых мы видим сейчас. К посещению этого места стоит подойти ответственно. Чтобы разобраться во всем и останавливаться в нужных местах, нужны хорошие знания истории или экскурсовод, который поможет вам сориентироваться на форуме и полотене. Величественный пантеон – храм всех богов. Очень красивый и редкий по форме. Он расположен в центре Рима. Пройдя мимо огромных колонн и гигантской бронзовой двери, которой 2000 лет, вы попадете в круглый зал храма, покрытый полусферным куполом. Внутренний диаметр купола точно соответствует высоте храма от земли. Пантеон был построен в 25-м году до н.э. консулом Агриппой. В 110-м году н.э. храм сгорел от удара молнии. И на старом фундаменте император Адриан воздвиг новое здание еще лучше прежнего. От первоначальной постройки Агриппы уцелели лишь передний портик с 16 колоннами и надпись. Адриан хотел отдать должное консулу Агриппе. И в результате при входе мы видим сохранившуюся после пожара надпись большими буквами на латыни. Марк Агриппо в свое третье консульство соорудил это. Куполом Пантеона в свое время восхищался Микеланджело. Он изучал его конструкцию, работая над проектом собора Святого Петра. Купол был сделан путем смешивания бетона с более легким материалом. Чем выше купол, тем легче материал. Эта блестящая идея дала возможность куполу Пантеона просуществовать почти две тысячи лет. И в наше время он находится в идеальном состоянии. Единственный источник света попадает в Пантеон с Окулуса, то есть с отверстия, диаметр которого 9 метров. В полдень солнечные лучи, проходящие через Окулуса, создают уникальный эффект светового столба. Отверстие не застеклено, и проникающий через него свет не рассеивается, а собирается в виде огромного светового столба. А еще предполагают, что Пантеон использовался в качестве гигантских солнечных часов, ведь направление и форма светового столба меняется в течение года. А 21 апреля, в день основания Рима, солнце освещает вход. Император, входящий в храм в этот день, мог купаться в лучах солнца. Это непередаваемое зрелище. Позже Пантеон стал католической церковью. Легенда гласит, что во время освящения храма языческие духи покинули Пантеон и вылетели через купол, пробив в нем отверстие. Я советую вам побывать в Пантеоне, ведь здесь соединена красота, гармония и выдающиеся инженерные достижения античности. Собор Святого Петра – самая большая церковь в мире. Это настоящий шедевр архитектуры. Ей более 500 лет и создавали эту красоту 120 лет. Огромная круглая площадь, опоясанная колоннами, олицетворяет объятия Матери Церкви. Собор Святого Петра и площадь находятся в центре государства Ватикан. Сюда съезжаются паломники и туристы со всего мира. Она таит в себе множество секретов и легенд. Над ней работали гениальные мастера того времени. У входа в базилику находятся две статуи Святого Петра и Святого Павла. Они приветствуют всех, кто входит в базилику. Рассматривая фасад базилики, у внимательного туриста появится много вопросов. Что написано на фасаде базилики, почему часы показывают разное время, кто пропустил на балюстри церкви одного апостола и где находится то место, встав на которое четыре ряда колонн вернини, кажется, исчезают, превращаясь в единый ряд. И это только фасад. Базилика была построена на месте древнего погребения, в котором были захоронены многие христиане, казненные римскими императорами. Среди них был и Святой Петр. Сперва на могиле Святого Петра стоял простой камень – Пьетра. Именно отсюда Святой Петр получил свое апостольское имя. Потом была построена усыпальница, и только спустя несколько столетий здесь же была построена небольшая церковь – Константиновская. Базилику, которую мы сейчас видим, была построена на руинах самой первой церкви. Она сейчас находится под базиликой, и при желании Константиновскую церковь можно осмотреть. В базилике множество алтарей, папских гробниц, и все это выполнено лучшими мастерами Возрождения. Не пропустите знаменитую пьету, выполненную Микеланджело, скульптуру над папским алтарем работы Бернини. Можно часами рассматривать базилику Святого Петра, углубляясь в каждую деталь. Я поверхностно показывал базилику, но знайте, что во время вашего визита эмоции, которые вы испытаете вживую, будут в тысячу раз больше увиденного сейчас. Если вы любите искусство, то вы обязательно должны побывать в музеях Ватикана. Ватикан – это символ церковной власти и богатства. Здесь хранятся бесценные произведения искусства. Все эти удивительные сокровища Ватикан собрал, начиная с XVI века. И сейчас музеи Ватикана занимают огромную площадь. Только представьте, 1400 залов, в которых размещены экспонаты 20 музеев. И все это надо успеть рассмотреть. У вас уйдет на осмотр всех музеев более 3-4 часов. Будьте готовы к тяжелому и насыщенному маршруту. Никогда не оставляйте посещение музеев Ватикана до последний день пребывания в Риме. А лучше это сделать в первые дни, когда у вас есть еще силы. Невозможно охватить все сразу и подробно. Поэтому многие сюда возвращаются. Вы пройдете пинокотеку с 18 залами, в которых в хронологическом порядке расположены картины от средневековья до XVIII века. Здесь находятся 460 картин, в том числе и абсолютные шедевры искусства – Леонардо да Винчи, Рафаэля, Караваджо. Познакомитесь с музеем Киеромонти и Пио Крементино, где представлена большая коллекция скульптур. В музеях Ватикана находится знаменитый на весь мир статую Аполлона Бельведерского и Лаукоона, с которой и началась коллекция музея. Пройдете по галереям канделябров и географических карт? Галерея географических карт – несомненно, одна из самых ярких и захватывающих музеев Ватикана. Пройдя через нее, вы приблизитесь к удивительным комнатам Рафаэля. А комнаты Рафаэля по красоте, вероятно, уступают только Сикстинской капелле, одной из главных достопримечательностей музеев Ватикана. Задержитесь у фрески Рафаэля «Афинская школа», которую мы когда-то изучали по учебникам. И в самом конце – Сикстинская капелла, которая занимает первое место среди сокровищ музеев Ватикана. Это, несомненно, одна из лучших работ Микеланджело. Снимать там строго запрещено. Закончится ваше посещение музеев Ватикана винтовой лестницей, которая тоже является произведением искусства. Одним словом, будьте готовы к новым и ярким впечатлениям. Вилла Бургези – это самый знаменитый и оживленный парк Рима. Здесь можно гулять на свежем воздухе и устраивать пикники на траве. Ценители искусства могут побывать в многочисленных музеях, в некоторые из которых вход бесплатный. Но про самую главную сокровищницу – галерею Бургези, в которую я советую сходить всем без исключения, расскажу в конце. Также на территории парка есть биопарк, дом Рос, где находится дом кино. В доме кино есть кинотеатр для самых маленьких. Он известен как самый маленький кинозал в мире. В парке огромное множество развлечений – мини-поезда для туристов, прокат велосипедов, конные прогулки. А можно остановиться и отдохнуть у живописного озера, посреди которого находится храм. Или уединиться, взяв на прокат лодку с веслами. А потом прогуляться по виале Мадам Алетиция, где вы встретите памятники Пушкину и Гоголю. В 17 веке это место считалось окраиной Рима. В садах гуляли павлины, а на озере плавали лебеди. Хозяин виллы устраивал здесь праздничные вечера, отдыхал, а также хранил свою коллекцию шедевров живописи. Внутрь парка можно попасть через 9 входов из различных районов центра города. Вилла Боргези считается одним из самых больших парков в городе. В окружности где-то всего 6 километров. Но прогуливаясь по этому великолепному парку, вы можете задержаться здесь чуть ли не на целый день. И все это время вы будете в окружении великолепной природы и пение птиц. Все когда-то меняется, и в какой-то момент семья Боргези не смогла больше содержать роскошную виллу. Несколько скульптур из коллекции были проданы Наполеону, чтобы покрыть долги семьи. Сейчас эти скульптуры можно увидеть в Лубрии. В настоящее время вилла и парк принадлежат государству и открыты для всех желающих. Вход сюда бесплатный. Давайте зайдем внутрь галереи Боргези и осмотрим то, что осталось от великолепной коллекции. Я уверена, что она вас не разочарует даже после того, что кое-что из нее было распродано. 20 залов с расписными потолками, заполненные скульптурами и картинами, удовлетворят любого посетителя. Обязательно советую прогуляться по залам этой светлой и великолепной двухэтажной биллы. Вы увидите многие картины и скульптуры, которые по-прежнему находятся на том же месте, на которое они были поставлены семьей Боргези. Кардинал Шапионе Боргези был племянником папы римского Павла V Боргези. Поэтому у него была большая возможность для приобретения и коллекционирования шедевров. Кардинал в свое время сумел рассмотреть в начинающем молодом скульпторе Бернини гения. И сегодня галерея Боргези славится самой большой коллекцией его скульптур. Бернини изготовил для кардинала скульптуры необычной красоты и, конечно же, высокой сложности. Это скульптуры похищения Прозерпины, Аполлона Дафна и Давид. Эти кадры я снимала, когда в галерее Боргези проходила выставка Бернини и были собраны его скульптуры со всего мира. Кардинал Боргези старался собирать работы полюбившихся ему мастеров. Так в коллекции Шапиона Боргези появились полотна Караваджо. Он сразу оценил в нем гениального мастера. Хотя многим в то время работы Караваджо не нравились. Теперь в коллекции галереи хранятся шесть работ мастера, а таким количеством его картин не может похвастаться ни один музей мира. И поэтому я считаю, что галерея Боргези достойна быть включенной в список десяти самых важных мест Рима. Фонтан Треви – это настоящий шедевр архитектуры и красоты. Попав на маленькую площадь, где находится фонтан, увидев такую красоту, кажется, что история, искусство и романтика сливаются воедино. Каждый день туристы со всего мира приходят сюда, чтобы полюбоваться им, сделать фотографию и бросить монету. И вы обязательно бросьте монету в фонтан, и тогда непременно вернетесь в Рим. Фонтан Треви появился в Риме всего два с половиной века назад. Он один из самых молодых символов вечного города, но даже он тесно связан с древней историей, так как вода в фонтан Треви, как и в фонтан Баркача, фонтан Четырехрек на площади Навона, поступает из акведука, который был построен в первом веке до нашей эры. Это был шестой из одиннадцати акведуков, по которым поступала вода в Рим. И, как вы понимаете, некоторые из них до сих пор действуют. Чтобы возвести такую красоту, архитектору Сальвини, который во многом опирался на первоначальный проект Бернини, потребовалось более тридцати лет. И, может быть, поэтому фонтан получился таким прекрасным, что и здесь было участие Бернини. Фонтан примыкает к фасаду дворца Поли, образуя с ним единое целое. В середине XIX века во дворце жила Зинаида Волконская, которая любила проводить литературно-музыкальные вечера, гостями которых были Николай Гоголь, Александр Иванов, Карл Грюлов. Фонтан Треви открыт 24 часа в сутки. Если вы хотите хорошо рассмотреть фонтан или сфотографироваться, приходите сюда рано утром. В остальное время здесь аншлаг. Площадь Испании – это одна из наиболее известных достопримечательностей Рима, что подтверждают постоянные толпы туристов. Но кроме нее здесь еще много интересного. Фонтан Баркача, церковь Тринитадой Монти Пресвятой Троицы на горе, обелиск Солюстия, высота которого почти 14 метров, и 11-метровая колонна непорочного зачатия. На пике колонны установлена Дева Мария. Каждый год 8 декабря Папа Римский приезжает на эту площадь с венком из живых цветов. Обычно это белые лени, символ чистоты. Эти цветы при помощи подъемного крана вешают на руку Девы Марии. И там они висят целый год, вплоть до следующей церемонии. Своё имя площадь получила от Испанского дворца, где находится посольство Испании. Лестница была построена в 1723 году. Она состоит из 135 ступеней, которые ведут от Испанской площади на вершину холма Пинчо, где находится церковь Тринитадой Монти. На Испанской лестнице всегда много людей и царит оживление, которое по выходным дням больше похоже на хаос. Поднявшись на самый верх лестницы, можно полюбоваться площадью с высоты. Это популярное место встреч туристов и жителей города меняет свой облик в зависимости от времени года. Весной лестница украшена вазами с цветущими азалиями. Летом здесь проводят показы высокой моды, а зимой ставят елку. На площади Испании находятся исторические здания, виллы и дворцы, а также фонтан Баркача, автором которого является Пьетро Бернини, отец Джан-Лоренцо Бернини. Фонтан был установлен на площади в 17 веке в память о случившемся в 16 веке наводнении, когда на затопленной площади села намель лодка. Фонтан снабжается водой из античного акведука Аква-Виргу. От площади Испании лучами расходятся улицы, которые приведут вас к другим достопримечательностям Рима. Площадь Навона с ее фонтанами, дворцами и великолепной церковью Святой Агнессы предстает перед нами во всей своей барочной красоте. Эта площадь является одной из самых красивых площадей в Риме. На площади всегда многолюдно. Несмотря на то, что здесь много туристов, сюда любят приезжать и местные жители, чтобы посидеть у фонтана, съесть мороженое и просто пообщаться с друзьями. Живые статуи, лоуны, музыканты и певцы дополняют площадь и делают ее одной из самых важных и интересных мест города. Такой барочный вид площадь приобрела в 17 веке, а до этого здесь находился древний стадион, который император Домициан построил в 86 году н.э. Остатки этого древнего сооружения расположены на 6 метров ниже нынешнего уровня улицы и их до сих пор видно в зданиях, расположенных на площади и в подземных залах церкви. В 15 веке на площади располагался рынок. Сейчас рынок на площади Навона делают только в рождественские праздники. Базилика Святой Агнесы построена в честь самой молодой христианской великомученицы. Над фасадом базилики работал баромини, а над фонтаном четырех рек, которые находятся напротив базилики, работал бернини. Это два гениальных человека своего времени, которые соревновались в своих работах. Дальше на площади находятся дворцы Палаццо Памфили, Палаццо Браски, Фонтан Мавра и Нептуна. Мы часто слышим выражение «Все дороги ведут в Рим». И это верно. Немного переделав это выражение, я могу сказать, что все улицы Рима ведут к площади Навона. И на самом деле, есть много входов на площадь, и поэтому, гуляя по Риму, вы никогда ее не пропустите. Выходя с узких средневековых улочек, вы попадете на великолепную Борочную площадь. И десятое место, которое стоит увидеть в Риме, это площадь Венеция и Алтарь Отечества. С одной стороны от них находятся Колизей и Римский форум, с другой стороны – Капитолийский холм. Если у вас есть время, посетите комплекс Викториана, который представляет собой символ Италии. А с смотровых площадок комплекса открываются просто потрясающие виды на центр Рима. В XV веке на месте, где сейчас располагается площадь Венеция, было посольство Венецианской республики и был построен дворец Венеция. Это был первый дворец эпохи Возрождения, и можно сказать, что это был переход от средневековых строений к современным дворцам. С площади Венеция можно начинать прогулки ко многим главным местам личного города, поэтому площадь Венеция всегда полна туристов. На этом я буду прощаться с вами. По вопросам сопроводительных прогулок по Риму пишите мне на почту. До новых видео, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!